Всем огромный привет! Пытаюсь снять видео о родах. Да, запрос такой-такой, да внешний уже надо снимать, потому что я уже сама подзабываю. Значит, видео может быть длинным, может быть коротким, в двух словах, например. Скорее всего, будет в двух словах, потому что что-то уже размусоливать, многое забыто. Я пытаюсь снять с моим малышом, но боюсь буду прерываться и вообще, возможно, потом перейду на ручной держатель фотоаппарата или телефона, дабы, чтобы дописать. Во-первых, мне самой интересно записать это видео, чтобы потом со временем поглядеть, что же со мной было, т.д. и т.п. Интересно будет послушать, что я буду рассказывать. Значит, в предыдущем видео я еще раз с вами здороваюсь и начинаю с вами болтать. Чи-чи-чи! Вот, по-малу совсем спит днем, по полчаса это неудобно гораздо. Значит, так. Итак, начинаем. Переложила рядом с собой, надеюсь, что пока зависнет на просмотре моих волос, потому что дома я стараюсь так не ходить. Не получается. Стараюсь так не ходить, взяла его на руки. Ой. Значит, так. В предыдущем видео о конце собеременности, это было 41-е, начало 42-й недели, я рассказывала, мне было очень же плохо. Я говорила, что заведующая роддома, а именно родотделением, где рожают. Мне сказала, еще недельку гулять. Да? Я же так рассказывала. Я видео не просматривала, нет у меня на это времени. Мне даже, я YouTube нормально не могу посмотреть, хотя очень жажду этого. Вот. Соответственно, мы это и делали. Мне уже в женской консультации выдали направление на лечь в больницу, предродовое отделение. Как говорится, патология беременности. Чего ты там увидел? Мама? Мама там, да, сына? Вот. Видит меня в камере, в экранчике, и офигевается этого. Ну, в общем... Э-э-э, да, э-э, кто там? Мама зубы блестят почему-то. Так вот, что мы и делали. Я все не рожаю, не рожаю, никаких позывов нет. Я принимаю, по-моему, я принимала ножку, я принимала свечи с красавкой, дабы, чтобы шло смягчение, не то чтобы раскрытие, а смягчение. У меня были какие-то только мысли, не было и по поводу выпить касторку, но я на это не решалась, потому что очень люблю, что я не люблю дрыстать. Диареи, все такое я не люблю, тем более, когда беременная. Вот вспомнить бы по срокам, это же надо было посидеть, пописать, расписать все, что да как, а времени нема. Я очень офигеваю с блогеров, которые каждый день снимают влоги. Ну, влоги полегче снимать, но вообще они пытаются что-то там, какие-то видео еще, монтируют что-то, я не знаю, где они берут время. Вроде бы им тоже никто не помогает, типа, ну, на камере они это не показывают, кто им помогает. У меня помощников нету, я с ребенком одна, муж приходит с работы вечером, и вот так вот, в общем, на себя времени нет, и тоже кушать приготовить. Так вот, значит, мне дали же направление женской консультации на одно число. Ну, давайте будем говорить, предположим, ну, я уже не помню по дату, но предположим на 8 декабря. Потому что на 7 декабря, по-моему, у меня стоял день ПДР, ведь я даже день ПДР не помню, то есть это была 40 неделя, и мне стояло на 7 декабря, что я должна разродиться, то есть у нас ровно 40 недель. Ну, предположим, на 8-9 мне дали направление в роддом, ну, я приехала в этот роддом, и мне заведующий сказал, гуляй еще неделю, сама родишь, приедешь на скорой, там, или муж привезет. Вот я неделю гуляла вот с этой бумажкой. Приезжаю, значит, я, мне уже и врач женской консультации звонил, ты родила, если ты не родила, будь добра прийти к нам в больницу, в женскую консультацию, на КТГ. То есть там КТГ чуть ли на последних двух недельах делается чуть ли не каждый день, смотрит за сердцебиением малыша. Страдает он, не страдает, потому что если он страдает, нужно, ну, они, видимо, вызывают роды, но, по-моему, они сейчас уже ничего не вызывают, когда малыш страдает, они его просто достают быстро, экстренно, кисарят. Я гуляла. Направление у меня есть, приезжаю я, как сейчас помню, понедельник. У меня почему-то в субботу начало болеть ухо, я вспоминаю. У меня стало болеть ухо, уже не помню какое, и это меня так просто, ну, ничем лечить не знаешь чем. В субботу-воскресенье в бесплатную больницу не пойдешь. И вообще, короче, им не тут рожать надо, и ухо ни к тому, ни к чему болит. В понедельник я тоже проторчала дома, потому что я очень боялась роддом. И муж у него в этот день работал. Сама я не поехала, потому что у меня были пакеты, баулы, как я их называю. А вот, сама я не рискнула поехать. Поэтому, когда я должна была в понедельник, все-таки уже утром, с утра, часов до 10, наверное, быть уже в роддоме, в приемной, подписываться, и чтобы меня положили в больницу. Потому что это уже, в этот понедельник началась 42-я неделя. Поэтому на следующий день, во вторник, муж меня отвез. Во вторник, значит, я остановилась. А у меня почему-то, где-то на последней неделе, вообще у меня были отеки, сейчас я это понимаю, потому что они были у меня внутренние, того я храпела и прочее, причем у меня там ужасно просто было. Ноги сильно от стопы не опухали, но у меня были внутренние отеки. То есть вот здесь, если берем то, что меня беспокоило, то вот здесь там все было отекшее, вода, 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 водой. Все это время почему-то, хотя бы последнюю неделю, неужели нельзя было вот обручальное кольцо, обручальное кольцо снять, ну, откладывала, 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 и именно вторник, утром, я пошла, я ему уже говорила, а да ладно, с помощью мыла, а один раз я его с помощью мыла, недели две-три назад я его сняла, оно мне снялось. И вот я во вторник пытаюсь снять с помощью мыла, не получилось, ни одним мылом, ни какие только у меня там, ничем не получилось, ни неделями, ни жидкими неделями для душа, ни кремом для рук. Муж тогда сказал, давай будем пробовать ниткой, это когда обматываешь ниткой палец, и кольцо тянешь. Я прям просто плакала-плакала, кричала, мы поругались, и все, что у меня, слезы ручьем от боли, он мне содрал кожу этими, потому что не получилось снять, пришлось кольцо чекануть, раскороть. Я вот до сих пор без кольца, то есть нет времени сходить, кольцо сделать, это же нужно мне ехать. Вот, а малыша куда? А он у нас одеваться, ничего не любит, ничего не любит, капризулька вот такой. И вот мы промундухались во вторник, где-то до 11, что-то я где-то до 12 приехала, это довольно-таки поздновато. В общем, где бы мне еще не пришлось снимать, неизвестно, то тут, то там. В общем, я остановилась на том, на том, что, как начиналось все, значит, что пришлось порезать кольцо, мне это уже само по себе не понравилось. Все. Сели машину и поехали. Ну, довольно-таки, один конец, с одного конца города, другой конец. это роддом номер 4. Нет, это как 4-я больница, я не знаю, там, в общем, в общем, поехали. Я очень домашний человек, и для меня это все так стрессом, стрессом дается. Все очень, я вот не люблю ночевать, я тут в чужих местах. Вот. Естественно, да. И еще плюс, еще нужно предстоит рожать. Естественно. Немножко даже, по-моему, у меня подкапывали слезы, когда я ехала в машине. Все, приехали, мы, как можно назвать, приемный покой, то есть показываю я бумажку направления, на что мне говорят, вы пришли очень поздно, езжайте, еще раз в роддом, в женскую консультацию езжайте, и пусть вам, это недельная назад было дано направление, езжайте, берите сегодняшнее, новое, берите завтра утром, вот. Потом выходит, я, конечно, расстроилась, сказали, что поедем, получается, что вторник еще пропускаем, то есть в понедельник я бы не поехала, пропустила, по вторник пропускаем, и тут бат заходит в приемное отделение заведующего, который я проходила, консультировалась, не буду называть, да, фамилии, нет, это не важно, не стоит, и я ей говорю, так и так, извините меня, вот, не берут, вообще, сказали мне недельку гулять, она говорит, что, как это так, вдруг, позвонила заведующей патологии, то есть, дородового отделения, говорит, возьмешь ли ты там девушку, хоть у нее направление, правда, недельной давности, ну, вроде как, они договорились, в общем, мне стали оформлять, девочки, медсестры, бубнили, бубнили, что-то там, ну, видимо, у них были другие правила, и обычно, видимо, заведующая патологии не берет, просто такими, с недельной давности, направлениями, видимо, нужно, ну, они, видимо, привыкли к одним правилам, а тут, 20, другие правила, в общем, оформили меня, и, оформили, быстрее сказали, спросили, побрилась ли я, то есть, такие вопросы, взвешивали, там, температуру умерили, давление сразу, просили, а чтобы я верхнюю одежду отдала мужу, я отдала сапоги, куртку, оказывается, девчонки, которые лежали в патологии, они это когда все проносили, то есть, то есть, они уже были очень смелыми, хитрыми, потом, спокойно выходили на улицу, которые в патологиях лежат, ну, там, на сохранении, или еще что-то, на улицу гуляли, где-то что-то там покупали, в магазины ходили, то есть, некоторые даже курили, например, да, то есть, я отдала и все, я осталась как в тюрьме, выйти никуда не могла, лошара, номер один, потом еще расскажу, все, ибо, я первый раз в этом здании, то есть, всегда все новое, куда идти, что не знаю, пошли мы на лифт, и привезли меня, на второй этаж, на втором этаже, было первым, там, короба изли, и было, значит, поездка, Продолжение следует...